Окей, я сегодня решила включиться, ну, во-первых, потому что у меня было две идеи, была идея рассказать очень много в личку, пишут вопросов по поводу рерайтера жизни, многие не знают, что это такое, говорят, Оля, о чем вы все время пишете, о чем вы все время говорите, расскажите, вообще, как это устроено, почему там люди годами живут, ну, точнее, не годами, а уже год находятся в этом, что вообще происходит, и есть история по поводу просто ответов на ваши вопросы, и на какие-то темы, которые вам интересны прямо сейчас, поэтому давайте вот из тех людей, которые присутствуют, вы будете решать, на какую тему мы будем говорить, и мы с вами об этом поговорим, вот, я, к сожалению, сейчас, да, не то чтобы к сожалению, я не берусь планировать эфиры, так, нету заколки, есть ручка, не берусь планировать эфиры, потому что очень не хочется свой отдых, как бы, подчинять вот этому времени, когда надо куда-то бежать, у меня и так было уже и будет еще даже онлайн-конференция, где я буду принимать участие, и меня всегда эти вещи очень сильно напрягают, когда нужно вот это вот под какое-то время подстроиться, знаете, подстроить всех остальных, пришлось закрепить пальцами, потому что еще и комары меня покусали. Так, голосование не проходит, да, у нас, как всегда, все решаю я, авторитарный режим или как? Или как? Давайте, я немножечко все-таки подожду фидбэка, если он случится, если нам повезет. Значит, мы с вами голосуем, либо я вам сейчас расскажу подробнее о том, что такое рерайтер жизни и о том, каким образом это устроено, либо я сейчас поотвечаю на какие-то ваши интересующие вас вопросы, поэтому у вас есть возможность выбора, хотя я, знаете, из тех людей, которые не любят давать другим выбор, потому что каждый раз, когда ты даешь другим людям выбор, я замечаю, что для многих выбор это огромная проблема, то есть проблема начинается там, где появляется выбор. Вот у моих детей, например, там 30 купальников они привезли, и они все время ссорятся, значит, из-за того, вот им нужно обязательно надеть вот этот один купальник там. У людей очень часто трагедия, когда они приходят в ресторан и начинают плакать, потому что слишком большой выбор еды. Вот все-таки вот этот советский строй для многих очень был полезен, когда рабочая форма, униформа, вообще не из чего особо выбирать, вот, и все. Так, есть, пошли вопросы. Мне хочется, чтобы Оля отдохнула. Ну, Лин, я рада, что вам хочется, вот, но я всегда делаю то, что хочется мне. И я уже неоднократно говорила о том, что когда вы занимаетесь и находите свое дело, и когда вы находите себя, и когда вы себя не пытаетесь ввести в рамки, типа, это отдых, а это работа. Для меня моя реализация, для меня моя жизнь, мой темпо-ритм, мы здесь встаем в 6 утра, на секундочку я всех заставила вставать, это круто, потому что мне нравится так жить, потому что это и есть я, потому что в этом нету вранья. Я не понимаю людей, которые, типа, ходят на работу и мечтают о выходных. То есть я считаю этих людей несчастными, ну, то есть это моя, как бы, позиция. Я не уезжаю на отдых для того, чтобы ни черта не делать, потому что я могу сойти с ума, мне для этого отдых как бы не нужен. Я уезжаю на отдых просто, чтобы переключиться, пожить в другой обстановке, в других предлагаемых обстоятельствах, но при этом я имею счастье делать то же самое. Есть тех счастливых людей, которые всегда и везде зарабатывают деньги. Есть тех счастливых людей, которые любят то, что они делают. Есть тех счастливых людей, которые могут круглосуточно, параллельно общаться с огромным количеством людей, заниматься большим количеством дел и получать от этого удовольствие. Поэтому, как бы, знаете, когда люди некоторые начинают страдать, Оля, ну, отдохните, ну, с чего вы взяли, что мне сложно? С чего вы взяли, что я тут из-под палки что-то делаю? Уж кто меня знает, то, как бы, вам бы не знать. Так, сейчас читаю. Мне интересно, как вы питаетесь, чтобы поддерживать такую красивую фигуру. Я вам скажу очень простую вещь. Я держусь в рамках веса. То есть я ем, поправляюсь на 2 килограмма или на килограмм и худею обратно. То бишь вот такая история. То есть я знаю, что я не могу выйти за определенную цифру, которую я себе сделала. Очень много вопросов о еде, и я не совсем понимаю, что здесь фантастического или что здесь такого. Ну, то есть огромное количество стройных людей и женщин. И есть одно объяснение всему. Больше двигайся, меньше жри. Я из людей, которые ставят себе рамки во всем, потому что я считаю, что рамки это то, что помогает мне, это мои ступеньки. Мне некомфортно быть толстой. Я не позволяю себе быть толстой. И у меня есть всегда выбор. Нам приходится выбирать. У нас есть выбор. Либо выглядеть так, как нам нравится, либо быть свиньей, жрать все подряд. Я сделала свой выбор. И поэтому мне не нужно супер много есть. Если мне нужно сегодня супер много есть, завтра я могу не поесть. Что здесь такого? Я не понимаю, почему этот вопрос у всех вызывает какой-то такой супер... Я не супер худая такая, знаете, что там 30 килограмм, я не анорексичка. Я нормально, прекрасно выгляжу, я много двигаюсь, я активный человек, я дохера занимаюсь спортом. Я танцую, я двигаюсь, я люблю жизнь. Все. Больше, чем я не ем жирного, терпеть просто не могу. Я могу сожрать шоколадку, ну и что, потом могу ее оттанцевать, а на следующий день могу ничего не есть. Ну как бы, ребята, это вообще не вопрос. Ничего, вы никогда ни у кого не найдете, чтобы вам сказали, вот вы знаете, я вот у меня есть супер диета. Ни хера такого не бывает. Мыслей желаний много, запал серьезный, но как доходит до дела, сливаюсь. Подумайте над тем, какие навыки и привычки новые вам нужно прокачать. Что вам нужно, на что вам нужно сосредоточиться. Понимаете, если вы сосредоточитесь, например, на дисциплине и впишите себе, что для вас это означает. Для меня дисциплина первый шаг, например, подъем в 6 утра. И вы ставите себе будильник, и вы просыпаетесь каждое утро в 6 утра. Поверьте, через неделю это для вас не будет проблемой. Важно то, что вы хотите сделать. Вот не все сразу, весь мир изменить, да, вот люди, когда приходят ко мне на рерайтер жизни, мы пишем там книгу. И мы описываем дом свой в деталях там. И люди говорят, сидят, блин, простите, где-нибудь, ну я вот образно говорю, вы сидите где-то в Зажопинске, в Мухостранске, неважно какой это город, в какой-то своей квартире. И вы описываете дом своей мечты. И знаете, что вы говорите, блядь, я не могу написать дом своей мечты, потому что я хочу 10 домов. Я хочу и на море, и в океане, и там. Сука, блин, возьми, напиши что-то одно, создай, скажи, вот это ваше, вот мне надо все, оно ни к чему вас и не приводит. Вы должны четко, вижу цель, не вижу препятствий. Первая моя цель к дисциплине, что для меня дисциплина, ответьте себе на этот вопрос. Для меня дисциплина это, когда я это. Так окей, сделай это главной целью на свой ближайший месяц. Главной целью сконцентрируйся. Если ты тряпка, значит, ну как бы прости, значит, тогда не надо ставить этих целей. Тогда скажи себе, я тряпка, я, блин, вот такое, все, у меня без шансов. А если ты ставишь себе эту цель, то добей одну, мать твою, одну. От слова один, вот не десять, не сто, один это не пятьдесят, это один, один, один. Вот понимаете, это один, это один, это один фрукт, это одна бутылка, это одни очки. Одно сделать легче, чем сто. А я же все хочу. Так у тебя, блядь, ничего нет еще. Одно сделай, научитесь что-то доводить до конца. Такая простая штука, наука, понимаете? А то все, и из-за этого все, я ничего не могу делать. Все это ничего, просто запомните. Когда вы описываете, я хочу, чтобы все было хорошо, ни хера у вас не будет хорошо. Вы должны сконцентрироваться и научиться достигать цели в чем-то одном. Научитесь в одном, это как, знаете, я хочу плавать сразу всеми стилями. Купи себе пирожок, говорю я тогда своим детям. Купи себе пирожок. Научись плавать, как лягушка, потом как жопка, потом на спинке, потом еще на чем-то. Как-то, мать твою, научись не тонуть. Всем понятно, да? Так, вы видите, я соскучилась по эфирчикам. Проснулся во сне. Как менять реальность во сне? Я думаю, что вам покурить что-то надо, я не понимаю ваш вопрос. Так, я вас не чую, здорово. Нужна ли финансовая грамотность? Нужно все раскладывать по полочкам. Вот знаете, вот это крайности все херово. Вот запомните, крайности это все плохо. Вот быть на четверочку гораздо лучше, чем пытаться быть во всем отличником. А финансовая грамотность нужна, если вы собираетесь в бизнес. Конечно, нужна. Вы должны немножко понимать, откуда деньги приходят, куда они уходят. Нужна. Конечно, нужна. Но изначально важно понимать свои стратегии, свои возможности и готовлю ваш мозг вообще к этим деньгам. Потому что если вы уверены, что ни черта заработать нельзя, что богатым вы никогда не будете, что деньги это зло, если вас выворачивает от того, когда вы видите меня на Мальдивах, если вы смотрите на богатых людей и у вас все время только желчь в сторону льется, то бесполезна всякая финансовая грамотность. У вас все время будет все сливаться в дыру. Если вы мозгами уже готовы, если вы уже любите деньги, если у вас это уже вызывает приятный мандраж, значит, вам необходимо получить финансовую грамотность, хотя бы элементарную. Понимание того, что, например, богатый человек, это не человек, который зарабатывает миллион, два или десять. Богатый человек, это тот человек, который тратит меньше, чем зарабатывает. Потому что если вы зарабатываете и тратите одинаково, у вас никогда нет денег. Даже если у вас миллиард, у вас их все равно нет. Вот какие-то такие вещи, да, надо. Так, много русскоговорящих с вами на отдыхе? Да, да, почти все русскоговорящие. Честно вам скажу, огромное количество, причем, боже, сгнил фрукт, причем и Россию, и Украину. Вот, очень много. Мне кажется, что 95% отелей – это русскоговорящие, я даже очень мало встречаю нерусскоговорящих. Так, «Чи практиковали вы вечерние, а не ранковые медитации?» Заметывали, что завжди с ранку мне не навпаки краще вечеря. Я вечером засыпаю. То есть я вечером настолько устаю, во-первых, я очень рано устаю, я жабрена. Во-вторых, я очень часто настолько устаю, что мой мозг уже просто, ну, типа, в отключке. И плюс я такая думаю, так, сейчас еще это доделаю, а мне надо еще это. И 12 ночи наступает, мне вечером сложно, поэтому я практикую утром делать все практики. Я вообще люблю, знаете, сделал дело, гуляя смело, это про меня. Вот я такая во всем. Вот мне надо сделать, выдохнуть и дальше спокойно дышать и жить. Но это не значит, что так надо делать всем. Главное жизненное правило гласит – будь собой, будь так, как тебе удобно, будь эгоистом. Потому что если тебе херово, херово всем вокруг. Злая мать, женщина неудовлетворенная в чем бы то ни было, это напасть для своих детей, для своего мужчины, для своих сотрудников, для всего. И это касается и мужчин, и женщин. Поэтому я эгоистка. Я сначала делаю, чтобы было хорошо мне, тогда я точно спокойно за всех остальных, потому что я сделаю все, чтобы им было тоже хорошо. Так, спасибо за ответ, нравится, что даете так называемый пинок. Я не даю пинков, я называю вещи своими именами, просто все вокруг вам врут. Все же говорят, о господи, я заругаюсь матом, меня не будут любить. О господи, я не так повернусь, о боже, мои люди увидят. Мне насрать. Я знаю, что я потрясающий тренер. Я знаю, что я очень мощный и сильный энергетический человек. Я знаю, что я умею держать себя в тисках, и поэтому умею получать результаты от других. Я такая, я могу вам нравиться, могу вам не нравиться. Кто-то может сказать, о господи, она какая-то ненормальная. Welcome. Это ваша реакция на меня. У меня есть своя собственная. Мне благо 37 лет, ребят, я уже как бы пережила вот это нравится кому-то, думать кому-то, для кого-то страшненькая, для кого-то красивая. Мне, честно, пофиг. Я люблю, обожаю свою аудиторию и абсолютно лояльно отношусь и спокойно ко всем, кому я не нравлюсь. Мне тоже тут, знаете ли, не все нравятся. Вот вороны мне не нравятся. Вчера крыса ко мне прибежала какая-то огромная. Я так орала, просто вскочила на стул, она ночью прибежала, а я тут сижу, значит, пишу мемуары. Вот. Я ей тоже не понравилась. Паук ко мне пришёл в гости, тоже мы друг другу с ним не понравились. Это нормально, нормально. А если бабочки нравятся? Так, едем дальше, 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 даже проснулась. Да, wake up, а что вы всё? Вопросы закончились? Вопросы закончились. Это хорошо. Или не хорошо? Хорошо, давайте я немножко всё-таки вам расскажу, раз уже у нас эфир такой, типа, балабарда, про всё и сразу. Я вам расскажу всё-таки по поводу марафона Рерайтер жизни. Почему? Потому что все, кто там не был, всем туда надо. Объясню почему. Дело в том, что я регулярно прошу вас задавать мне вопросы. И вообще я очень люблю общаться с людьми и как бы смотреть за людьми. И вот вы знаете, я вижу, что самая большая проблема людей в том, что они совершенно, первое, не говорят себе правду. То есть все пытаются, например, как мне найти работу, у меня не получается найти работу моей мечты и вообще никакую работу. Сейчас вся работа в интернете мне не подходит. Вчера девушка мне написала. Вся работа в интернете мне не подходит. Вот прикиньте, блядь, вся работа ей не подходит. Хуй вот туча этой работы, а она, считая себя святым человеком, однозначно она такое и есть, но она себе вдолбила эту дурню в голову, что вся работа в интернете ей не подходит. И она теперь не может зарабатывать. Она на девятом месяце беременности, но она хочет зарабатывать, но не может. Вот, понимаете, каждый день вы в свою голову вкладываете невероятное количество убеждений и программ, в которых вы верите, что невозможно, что сейчас нельзя, что это не для вас, что у вас не получается, что вам нужно сохранить брак ради своих детей, потому что дети должны жить с отцом. Ну, такие часто мне вещи пишут, я ненавижу своего мужа, но дети должны быть… Вот вы свою голову набиваете опилками. Рерайтер жизни – это такая очень простая история. Вы берете себе тетрадочку такую, включаете мои занятия, смотрите видосик, слушаете медитацию и начинаете вдруг брать ручку и писать книжку о своей жизни по главам. Каждая глава описывает определенный момент вашей жизни. Я прошу вас разложить жизнь на запчасти. Мы берем одну запчасть, вы делаете красочную медитацию, в которую у вас начинают всплывать какие-то образы, и вы начинаете в деталях отвечать себе на вопрос, а как я вообще представляю свою жизнь идеальную. Вот если бы я мог прожить не ту жизнь, которая у меня получилась, а вот как лего. Взять и представить себе, что у меня все виды лего, или, как я говорю, огромный супермаркет, в котором есть все. Есть самые лучшие партнеры, мужчины, есть самые лучшие друзья, есть все виды отдыха, есть любые дома, есть любые страны. Вы не ограничены. Тут мы сталкиваемся с первой проблемой, потому что большинство людей не могут себе представить, что они не ограничены. То есть вы искренне считаете, что там, где вы родились, то, где вы находитесь, вот эта ваша маленькая запечатанная коробочка, в которой вы находитесь, вот эти магазины, в которые вы ходите, людей, которых вы знаете, книжку, которую вы прочитали, магазин, в котором вы купили себе диван, вот это и есть весь мир. Вы считаете, что больше вашей жизни быть не может. Это все остальное, это не для вас. Это фильм. Этой реальности не существует. А вы знаете, что вы не правы? Вы знаете, что вы имеете только это, просто потому, что в вашей коробочке ничего другого нет. Мы на «Рерайтере жизни» не просто пишем книгу жизни, я в деталях, очень спокойно, интересно и просто, что самое главное, начинаю вам потихонечку объяснять и рассказывать, как устроена вообще наша жизнь, наша Вселенная, наш мозг. Как мы вообще, почему вдруг у нас есть удача и нет удачи? Почему вдруг есть люди, у которых все получается или что-то когда-то получается? А есть у которых нет. Почему вы можете взобраться на вершину и шлепнуться оттуда жопой? А можете всю жизнь пытаться и никогда не взобраться. В чем причина? Знаете, обидно до самоубийства, когда понимаешь, насколько все просто. Это вот похоже на компьютерную игру, когда ты играешь, играешь, и все время, знаете, тебе какое-то чудовище на 28 уровне съедает. А потом твой ребенок берет пульт, и оказывается, что там была дверь. Но ты настолько привык смотреть вот на эту игру однообразно, что ты дверь никогда не видел, что ты не понимал, что так можно. И ты сидишь и чувствуешь себя тем самым чудовищем, потому что только что твой шестилетний ребенок взял джойстик и, сука, тебя обошел. А ты был уверен, что выхода нет, потому что твои нейронные связи, у тебя все тут сформировано настолько, ты все знаешь. Ты же знаешь, у тебя это никогда не получится, это никогда не бывает, об этом не думай, это не для нас, это тебе не нужно, это у тебя не получается. Ты уже все знаешь, нам с детства все рассказали. Что мы умеем, что мы не умеем. У меня крупная кость и кривые ноги. Например, с детства. С детства это вот, вот папа мне сказал, крупная кость и кривые ноги и так далее. Я знаю все вещи, которые мне рассказывали. И потому что мне рассказывали другие люди, у меня складывалось мнение не только о себе, но и о своей жизни. И вот знаете, что я делаю? Беру такую бутылочку и на рерайтере жизни разношу это все в пух и прах. Мягенько, мягенько, мягенько. Вы так за месяц сидите, вот так вот с вас очочки падают, и вы говорите, ёпсы, для некоторых это боль. Потому что у человека, так, что произошло? Все, экран погас. Потому что у человека начинается типа непонятка, как это? Как это за месяц в моей жизни все, сука, поменялось? Многие не могут принять свою реальность, которая есть сегодня. Идет работа, но вы сдвигаетесь с этой точки, с точки, в которой вы застряли. И вы начинаете видеть невероятное количество возможностей. Вы начинаете понимать, что такое программирование своего мозга. Потому что хотите вы или нет, вас все равно программируют. Каждый день вас программируют по телевизору. Вам задают темы, на которые вы будете говорить. Вам задают истории, о которых вы будете думать и размышлять. У вас все задано. Вы что думаете, что нами никто не управляет? Конечно, управляет. Потому что нашему мозгу все равно нужна пища. И когда вы сами не вкладываете ему путь, когда вы сами не ставите себе цели и задачи, и понимание, чего вы хотите, вам дает что-то другое. Вы живете этими коронавирусами, вы живете этими локдаунами, этими масками, этим всем вы живете. Вы живете. Вы рассказываете, как хреново, как рушится ваш бизнес. Все к чертовой матери рушится. Потому что вы не можете в свой мозг ничего другого вложить. Вы находитесь в определенном вакууме. А я знаете, что делаю? А я вас вытягиваю из вакуума. Беру за хвост, как Барон Мюнхгаузен себя вытягивал. Я вас беру и вытягиваю в другую реальность. Абсолютно. Вот что происходит. Это шаг номер один. За время этого месяца у вас меняется представление о том, что происходит. И о том, из состояния того, что я ничем не управляю, ничего не могу изменить, вы вдруг понимаете, что вы, мать вашу, всем управляете прямо сейчас. И вы понимаете, начинаете понимать все, что с вами произошло. И вы понимаете, что вы причина того, что с вами происходит. И точнее, ваши мысли. Но это немножечко позже. Вы получаете себе такую книжечку, где описана ваша идеальная жизнь. Боже, экран гаснет, сори, буду нажимать. Где описана ваша идеальная жизнь. Это книжечка то, что начинает вас манить. Потому что, да что ж такое, пульт дергает. Все, что-то дергается. Наверное, перегревается телефон, и у меня все начинает дергаться. Вы начинаете понимать, что вы на самом деле хотите. Какая ваша жизнь должна быть. И вас начинает это йога. А дальше, после рерайтера жизни, когда у вас есть понимание того, как все происходит. И понимание того, чего вы хотите. А это очень важно. У вас появляется мотивация. Вы говорите, Оля, так я хочу теперь это получить. Что делать? Для этого нам нужно перепрограммировать свой мозг. Убрать вот эти все старые программы. Все, что нам о себе рассказали. И создать все новое. Поэтому люди приходят дальше в клуб. Сразу же после рерайтера жизни начинается клуб. Это трехмесячная программа, где мы работаем группами. Это все очень интересно происходит. Опять-таки, в онлайне. У нас, кстати, есть офигенный чат, где всегда вся группа живет. Где мы общаемся. Очень важная штука. Я всегда живая. Там есть. Всегда. Я всегда отвечаю на все вопросы. Я записываю дополнительные видео. Я прихожу в эфиры. Я всегда живу. Я не из тех тренеров, которые супермодные. Настолько, что обращаетесь все к моим менеджерам. Нет. Вот у меня есть тысяча человек. Я с тысячи человек работаю. Сама. Почему? Потому что мне не похер. Потому что это моя жизнь. Потому что мне не надо от этого отдыхать. Потому что я уже была в состоянии босса. Я больше не хочу. Я хочу быть с вами. Потому что мне это надо. Так вот, во время клуба, три месяца, мы начинаем изучать, как устроен наш разум, как идут наши мыслительные процессы. Мы начинаем делать ментальные практики по перепрограммированию своего мозга. Это очень интересно и очень важно, потому что мы начинаем менять свое сознание, а наше сознание начинает менять нашу реальность. Я не буду сейчас вам рассказывать про вибрации, которые вы излучаете, с помощью которых все меняется. Не буду. Просто вот послушайте, это очень важно. Через три месяца вы получаете умение, навык создавать свою реальность. Нюансик есть такой, что делать практики нужно каждый день и, в принципе, в течение всей своей жизни. Это занимает порядка получаса в день. Это то, что я делаю каждый день. Когда вы прошли эту программу, и вам нравится, потому что у вас появляются новые друзья, вы общаетесь в группах, там, ну, в общем, есть своя движуха, не хочу все раскрывать, вы говорите, Оля, а я не хочу никуда уходить. И вот для тех, кто не хочет никуда уходить, у нас есть Big Club. Big Club – это, в принципе, сообщество, которое существует постоянно, но мы продлеваем членство на год. Вот на год у нас зашли люди, и через год люди хотят там остаться или не хотят, например, остаться. В Big Club у нас идет постоянная жизнь. Big Club получает обновления все, которые происходят. В Big Club есть своя еще более глубокая программа, потому что я постоянно продолжаю изучать техники, продолжаю изучать разных авторов, разные методики, разные истории, которыми я постоянно делюсь. У нас есть множество всяких медитаций, у нас много всего есть. У нас есть даже свой кинозал с фильмами, которые классно смотреть. У нас есть, короче, у нас дохрена, у нас есть целый мир. Это абсолютная правда. Вот вчера я проводила ребятам, например, эфир с Мальдив специально. То есть у нас жизнь, у нас жизнь, у нас, ну, такое, знаете, братство, я бы сказала. Это мега круто. Я невероятно вообще счастлива и горжусь тем, что делаю, потому что это не история, как я говорю, про то, чтобы создать бизнес, чтобы все люди упились водкой. Это история про то, чтобы реально иметь возможность помогать менять людей, а следовательно и менять энергетику нашего мира. Превращать людей, простите, из тупых овц, которыми руководят, в осознанных людей, которые берут ответственность за свою жизнь и понимают, что с ними происходит, понимают, каким образом они могут создавать свою реальность, понимать, что богатство, изобилие, оно может быть у каждого. То есть это очень-очень крутая штука. Поэтому не приходить в рерайтер жизни, знаете, для меня это вообще загадка, как люди, которые меня смотрят, меня читают и постоянно об этом слышат, продолжают этому сопротивляться. Вот я называю людей часто, которые, знаете, занимаются таким садомазом, ну, то есть им плохо, но они никак не желают себе помочь и говорят, я себе в состоянии сам помочь, я буду это делать. Это вот мастурбация мозга, я это называю, такие мастурбаторы, знаете, которые всё время сами себе этот мозг… И почему-то, видимо, им это нравится, потому что если бы это, знаете, как зуб, который у тебя болит, и ты не идёшь к врачу его лечить, тебе врач говорит, ну, придешь, я тебя полечу, всё, мы разберёмся с этим. Не-не, и вы опять приходите, а как мне боль зубную убрать, что можно сделать, чтобы вот, может быть, а можно жвачкой залепить себе, значит, дыру, а я вот прочитал про муку с лимонной кислотой, значит, и, там, не знаю, соком авокадо, ну, то есть, вот как бы эта история для меня странная. Реральтер жизни стоит в фигню по сравнению с тем, что вы получаете. Просто в фигню. Это я вам точно говорю. Очень много людей, которые ко мне приходят, говорят о том, что вообще не понимают, как такое с ними могло произойти, и не понимают, почему они не пришли раньше. Есть люди, которые проходили рерайтер, спустя несколько месяцев приходят снова, говорят, блин, я в первый раз не понял, насколько это круто, я где-то испугался, я хочу проработать это снова. Поэтому я страшно горжусь тем, что делаю, и точно знаю, что всё равно все туда попадут. Но сейчас у меня будет последний набор февральский, и в марте, первый раз за год, у меня будет перерыв. В марте не будет рерайтера жизни, поэтому если вы хотите изменений в жизни, не откладывайте. Самое дурацкое, что вы можете сделать, это отложить. Вот я, например, сейчас здесь нахожусь, и поняла, что у меня очень неплохой английский оказывается. И я говорю, Серёжа, ты знаешь, я приеду, наверное, всё-таки возьму себе снова учителя, потому что, знаете, я из тех людей, которые периодически, вот, и возьму себе учителя. Он мне говорит, да, ну давай, тебе же сейчас нужно вот это сделать, книгу написать, то, то, то. Давай потом ты это сделаешь. Я говорю, ты понимаешь, вот потом будет ещё, мне что-то надо будет написать и сделать. Вот я просто два часа в неделю забью себе этим английским, и всё, я буду на час раньше вставать, или на час позже ложиться, ничего страшного. Я просто, если я это поставлю в график, я это сделаю. Если я скажу себе, дам себе слово, я его сдержу, потому что это моя привычка, всего лишь моя привычка. Не потому что я классная, это просто привычка. Когда у вас есть привычка не делать, у вас есть привычка бояться, у вас есть привычка откладывать на потом, у вас есть привычка всегда искать отмазки, у вас есть привычка не верить, критиковать. Человек мне говорит, я не верю, что ваш марафон мне поможет. Я ему говорю, так я точно знаю, что он вам не поможет. Вы уже настроены на то, что он вам не поможет. Вам никто не поможет, когда вы сами этого не хотите. Марафон не сделает за вас практик, не напишет за вас книгу, не переключит ваше сознание. Марафон сам по себе ничего. Но марафон, который плюсуется к человеку, который хочет, творит невероятные вещи. Невероятные вещи. Вы знакомы с Ольгой? Нет, я не знаю, кто это. Так, мы гордимся и счастливы, что в клубе. О, мои хорошие, мои любимые девочки. Вы мои хорошие, любимые девочки. Я обожаю, я все думаю. Когда надоест рерайтовцам смотреть мои эфиры? Never, никогда. А если я проходила уже рерайтер, можно ли добавиться в клуб и какая цена? Да, можно, вы можете написать Сергею, боту нашему. И, ну, короче, куда-то написать, у вас же есть доступ. И вам пришлют детали. Я просто не буду сейчас говорить, потому что я не совсем с финансами плотно связана. Ну, точнее, вообще не связана. Поэтому, да, конечно, вы можете попасть в клуб в любой момент после рерайтера с новым потоком, который будет запускаться. Вот у нас сейчас заканчивается декабрьский, январский поток рерайтера жизни будет заканчиваться в конце месяца. И у них будет начинаться клуб. Вы можете к ним присоединиться. А если в Big Club, то вы можете присоединиться в любой момент. Так, 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 какие книги советуете? Никакие. Я, знаете, вот из тех людей, которые считают, сколько книг вы прочитали и как сильно они изменили вашу жизнь. Для того, чтобы книга начала работать, вы должны научиться ее читать и понимать. А для того, чтобы вы научились, вам необходимо попасть в правильное место. Вот мы с рерайтовцами читаем много книг, но мы читаем их по-другому. Вот, поэтому, если я вам сейчас скажу, дам список книг, поверьте, ничего это не поменяет. Вот абсолютно. Вот поэтому ничего не буду вам рекомендовать. Приходите, начнете работать. Будет ли пробная версия в феврале? Да, будет пробная версия в феврале, она открывается на несколько дней и закрывается. Будет пробная версия, она стоит 5 долларов. Спасибо за этот вопрос. Вы сможете купить за 5 долларов участие, побыть с нами 4 дня, пройти, написать 2 главы своей книги. Зачем делается пробная версия? Для того, чтобы те люди, которые не понимают, что это, не понимают, подходит ли им, не готовы сразу заплатить сумму денег за рерайтер жизни, могут купить за 5 долларов. И если вы понимаете, что это вам подходит, то вы продлеваете, дооплачиваете цену и остаетесь в этом потоке, в котором вы купили пробную версию. Вот, поэтому все есть. Так, вы лучшая во всех направлениях. Спасибо большое. Планируете новый марафон? Не понимаю вопроса. Если вы имеете в виду прям вот какой-то другой марафон? Нет, не планирую. Потому что у меня очень крутой марафон. Потому что я изначально не относилась к этому, как к инфопродукту, который нужно упаковать и продать. Я очень опытный инфобизнесмен. Давайте будем откровенны, я не люблю вранья. Я с 2009 года занимаюсь инфобизнесом. Но я всегда практикующий инфобизнесмен. То есть я типа не из тех экспертов, которые прошли тренинг, и им говорят, упакуй какую-то свою экспертность. Ты такой думаешь, бля, я умею дуть в бутылку. Буду продавать, как дуть в бутылку. Или, например, буду продавать ясновидение. Я ни черта не мыслю в ясновидении, но я почитаю об этом книгу. Нет, я вообще не из этих людей. Я занималась свадебным бизнесом, делала шикарные дорогущие свадьбы. И обучала затем людей, как создавать дорогие классные агентства, как работать с клиентами и так далее. Я в этом прекрасно преуспела. Просто эта эра была завершена мной, потому что я приняла такое решение. Не видела, уперлась в потолок, который я не могла пробить. Мне было неинтересно в этом. На данный момент я занимаюсь той темой, с которой я уже очень много лет на самом деле связана, и которая всегда красной ниткой шла по моей жизни. Просто я не могла собрать пазл. Вот знаете, видимо, было не время. Поэтому сейчас рерайтер жизни – это как бы ключевой продукт. Внутри рерайтера жизни будут марафоны. И есть, уже есть марафон «Денежный портал» замечательный. В этом году у меня есть по плану, я пока не могу сказать честно, что это будет, но есть по плану сделать продукт для детей. Для детей, потому что многие из нас имеют детей и портят детей, и не знают, что делать с детьми, каким образом своим детям не зашить мышление и не воспитать из них таких же коллег, как и мы сами. Безусловно, наше обучение, наш опыт и наша трансформация очень помогают детям. Но есть специальные методы, которые помогут нашим детям уже с детства формировать правильное мышление. Есть такая мысль. И есть очень серьёзный запрос по развитию личных отношений. Но я пока туда не совсем ныряю, потому что в любом случае мне нужно сильно погружаться. И поскольку наш бизнес построен на отсутствии сотрудников и людей, то есть наша стратегия выстроена на этом, конечно, я пытаюсь не рваться, а успеть всё, что запланировала. А запланировала я много. Так, здравствуйте, работаю на работе по специальности, на работе не всё идеально и хочется другого. Как поменять реальность, всё бросить резко нельзя. Не бросайте не резко. Для того, чтобы понять, куда поменять, нужно позадавать себе вопросы. Опять-таки, вот мы на рерайтере уделяем внимание своей реализации. Вообще, когда вы начинаете себя разбирать по крупинкам, по полочкам, вы начинаете получать ответы. Вы знаете, мы же честно никогда не говорим. Мы, типа, хотим понравиться маме, не разочаровать папу. Там множество всяких моментов. У каждого из нас есть свои этапы воспитания. Я помню, как мне было очень стыдно перед мамой, когда я понимала, сколько денег она потратила и вложила в моё обучение, а тут вдруг я не хочу учиться дальше там, где я учусь. Множество моментов есть. Поэтому, когда вы начинаете себя разбирать, вообще снимать с себя всю шелуху, вам начинает приходить понимание своих талантов, своих приоритетов, своих целей. В медитациях начинают приходить очень много разных образов. То есть нужно проводить эту работу параллельно. То есть изначально осознать, куда вы будете идти. Не просто, вот мне кажется, это очень безответственно, когда взрослый человек говорит, «Я буду искать себя и ни черта не делать». Нет, искать себя – это когда я прописала себе, проанализировала себя очень хорошо, прописала себе пять пунктов, которые я хочу попробовать в ближайшее время. И я работаю над тем, чтобы себя найти, а не просто типа «я нахожусь в прострации». В прострации могут находиться дети богатых родителей, и это тоже ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я своих детей вот с трёх лет учу понимать, чего они хотят в жизни, к чему у них таланты, способности, наклонности, их желания. Я считаю, что в 15 уже можно быть олимпийской чемпионкой, вот как в России стала девочка. Это не значит, что я делаю это из своих детей. Я просто считаю, что это возможно. И говорю своим детям, что это возможно. А что они там выберут, это уже их дело. Так, всё, за что вы берётесь, достигает наилучшего результата. Спасибо, мне очень нравится это убеждение, которое вы говорите. Я себе тоже это говорю. Но тем не менее, вы должны понимать, что ошибки – это классно. То есть ошибки – это часть нашего жизненного пути. Ошибки нас формируют, они дают нам опыт, они нас закаляют. Это, знаете, вот когда спортсмен выступает и никогда не ошибается. Он слабее. Потому что если он один раз ошибётся, это может его сломать. А когда он уже, вот Алиса у меня художественная гимнастка, она выступает с предметами. И там есть такое выражение, когда ты уже наронял, надо выходить так, чтобы ты бросал и не боялся, что ты уронишь. Тогда ты словишь. Потому что когда ты первый раз выходишь с предметом, ты с ним как обезьяна. А когда ты уже наронялся, он у тебя уже автоматически. Поэтому я не боюсь и не стесняюсь своих ошибок, жизненного опыта. И вы думаете, я там сейчас не могу упасть, да падаю. Ну, тоже есть какие-то нюансы. Хотя сейчас моя интуиция уже очень точно меня ведёт. Я вам хочу сказать, что по рерайтеру жизни, вот год практически я занимаюсь этим проектом, у меня практически не было косяков. Но я думаю, что это уже всё-таки многолетний опыт, плюс точное попадание в свою стихию. Но до того, как попасть точно в стихию, я раз в 100 попадала не точно. Поэтому тут такое дело. Но убеждения мне нравятся, благодарю вас. Мужчин мало, мы их очень любим и ценим. Да, мужчины у нас есть. С нами в рерайтере были мужчины нейтральные. Спасибо. Для детей супер, 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 супер. Здорово. Когда сравниваешь себя с успешными, красивыми людьми, начинаешь себя ругать и критиковать. Потому что не знаешь принципов управления энергией. Ты не знаешь, что критикуя себя и думая о себе негативно, ты притягиваешь к себе ещё этого больше. Ты не знаешь о том, что за других людей, как бы человек вообще… Вот смотрите, я вам расскажу такую штуку простую. Кто из нерерайтера не знает. Как устроен человек в контексте всего? Если мы посмотрим, мы с вами видим ту реальность, которую мы видим в пространстве, в измерении времени и пространства. Мы можем с вами пощупать и знать, в каком времени на измерении мы находимся. Но есть история про квантовую, квантовую физику, квантовую теорию. Согласно квантовой теории, которая уже доказана, всё в мире является энергией. То есть энергия, которая неотделима друг от друга. Мы всё есть энергия. И у нас есть определённые энергетические излучения. Это то, каким образом мы в свою жизнь притягиваем тех или иных людей, ситуации или события. Помните, бывает такое, вы встретитесь с человеком, и вам с ним хорошо. А бывает, вы кого-то увидели, и вам от него плохо. А бывает, что прошло время, и стало опять хорошо. Вы находитесь на разных энергетических частотах. Это похоже на радиоприёмник. Мы с вами не понимаем, например, как устроено… Вот вы же не можете мне сейчас рассказать, как я нахожусь на Мальдивах, вы там тоже находитесь во всех уголках мира, с помощью чего мы друг друга сейчас видим. Ну типа интернет, связь, что это, что это за паутина. Вот мы этого не видим, но тем не менее мы же с вами нормально, вы же не говорите, господи, картинка живая, там девушка сидит, пальмов, бля, фантастика. Нет, нормально на это реагируете. Но когда люди слышат о квантовой реальности и о том, что мы все находимся в одной большой энергетической паутине, и все мы излучаем определённую энергию, для людей это шок. Ну вот представьте себе, вам сейчас не надо понимать нюансы, вы просто должны поверить и представить, что так есть. Мы все имеем определённое энергетическое излучение, определённое. И когда вы радуетесь, например, ваше энергетическое излучение есть там, например, на частоте 30, ну давайте вот так. А эта частота, кстати, зафиксирована, вы можете посмотреть шкала вибраций энергии человека, ну вот так забейте, или энергетических вибраций человека, в интернете много об этом есть. Так вот, например, у вашей вибрации радости позиция шкала 30. Когда вы радуетесь, вы притягиваете к себе всё, что также находится на этой энергетической частоте. И поэтому то, о чём говорят, что «пришла беда, открывая ворота», как с негативом, так и с позитивом это работает так. Когда вы кому-то завидуете, вы испытываете энергию зависти как негативную, вам неприятно, вам фу! И в этот момент вы притягиваетесь к себе всё, что будет и дальше вам неприятно. В рерайтере жизни мы все очень сильно радуемся друг за друга. Знаете почему? Не потому что мы суперхорошие люди, потому что мы знаем, что когда я радуюсь за успех другого, я излучаю энергию радости, вибрацию радости и притягиваю в свою жизнь ещё больше радости, радости и радости. Поэтому радоваться за других очень выгодно. А огорчаться и завидовать, и злорадствовать очень невыгодно, потому что когда вы кому-то завидуете или когда вы кому-то желаете зла, парадокс заключается в том, что человека эта энергия не касается. Она касается только того, кто её излучает. Понимаете? Поэтому когда вы себя сравниваете с другими, вы им плохо не делаете, а себе делаете. Вот до того момента, пока вы не знали эту информацию, вы так жили, и вы как-то там себе это в голове раскладывали. А теперь скажите, пожалуйста, поменялось ли ваше восприятие, когда вы понимаете, что каждый раз, когда вы будете огорчаться, злорадствовать, завидовать или испытывать негативную эмоцию, вы в этот момент к себе будете притягивать негатив. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы в следующий раз, когда почувствуете в себе вот эту вот неприятность, остановить себя и сказать, «Так, стоп, а я кому сейчас плохо делаю? Я что сейчас делаю? Я сейчас притяну к себе всё? Не-не-не-не-не-не-не-не, давай на что-то переключимся, давай подумаем о том, какой я молодец, давай подумаем». То есть, понимаете, это то, что я называю осознанность, способность проанализировать момент, вам не нужен для этого психотерапевт, вам нужно для этого знание, знание и практика. Написать там сзади «Рерайтер жизни» напишу. Это всё оттуда. Так, нужно всегда верить в себя, в своих детей, не ставить блоков. Ну, это очень классная фраза, но это ни о чём. Вы должны понимать, мы очень много говорим, очень много знаем и почти ничего не делаем. Моя история и успех моих проектов заключается в том, что у нас ребята делают, «Рерайтерцы, скажите, каким-то образом создаю такую обстановку, атмосферу и не знаю, что я им даю, это для меня тоже загадка, что мы все делаем. У меня нету ни одного дня пропуска за год практик. Ни одного. Ни одного. Дни рождения, турниры, месячные роды, всё. Я каждый день делаю свои практики. Смотрите. Сейчас. Вот мой блокнотик на Мальдивах. Каждый день. Каждый день. У меня таких тетрадочек за год. И не только я. Так. Можно ли простить измену двух детей? Не понимая вопроса, вам изменили двое детей, и вы не знаете, простите, можно всё. Главное правило рерайтера гласит, можно всё. Всё, что вы в своей голове готовы сделать, можно всё. Без падений мы не можем научиться ходить. Да, но тем не менее нам не обязательно падать. Мы ставим себе другие установки, что мы способны достичь успеха и без этого. Но если это с нами случится, это не станет для нас падением. Мы не готовим себя заранее к проблемам, так как нас готовят с детства. Без труда не выловишь рыбку из продажи. Нихуя. Я вылавливаю рыбку легко и с удовольствием. Я недавно вмазала машину. Случайно. Ехала так. Не сильно. Ну, короче, дядю придавила. Самое обидное, даже ничего не снимала в этот момент. Выхожу, гаишник приезжает ко мне, говорит, Ольга Борисовна, ну как же это произошло? Я ему говорю, легко и с удовольствием. Говорю, видите, какая у меня тачка классная? Даже, говорю, только номер погнулся. Легко и с удовольствием. Как это можно было сделать? Вот так, на кураже. Ехала, энергичная. Все. Он притормозил, блин. А я хотела ехать. У меня крылья, скорость. Все. Вот так. Он говорит, вы такая веселая, Греша Микс. Плакать стоять? Если я буду плакать, я притяну к себе негатив. А так ничего к себе не притяну. Тысячу гривен штрафа. Ну, замечательно. Прекрасно. Замечательно. Люди убиваются на дорогах, а я номер помяла. Ну, ничего. Классно. Чуваку тоже давно надо было бампер покрасить. Теперь деньги на это будут. Все прекрасно. Так. Благодарна за ваши слова. Не идет бизнес. Закрыла. Пошла дальше. Ковид очень помог увидеть реальность, а нужность из своего бизнеса. Прекрасно. Я вас поздравляю с этим. Так. Квантовый воин. Я попала в своей реальности в какую-то жопу. При этом мое мышление было нацелено на позитиве. Всегда в том позитиве. Сейчас как слон, который проснулся. И как это случилось? А вам казалось, что оно на позитиве? Позитивное мышление не имеет ничего общего с ежедневной работой над своей жизнью. Позитивное мышление — это некое прикрытие. Ой, я такой весь позитивный, я так позитивно мыслю. А ни хера. Ваша реальность отображает все на самом деле. Это вам кажется. Приходите, посмотрим на вас, и вы сами увидите. Сами увидите. Вот это в этом и таится опасность. Я же такой позитивный, я так хорошо думаю. Мы так тоже с мужем думали, когда тонули. Мы такие позитивные и так хорошо думаем. Фигушки. Не завидовала, восхищала, что молодцы, а я ничего не достигла до сих пор. Так, я не знаю сейчас, что. Говорите, муж изменил, можно простить это. Это к вам вопрос. Это ведь восприятие ваше. Это ваше отношение, ваше понимание. Я не у вашей лодки. Могла бы простить измену я, да я все могу вообще. Всегда важно понимать, что произошло на самом деле. Ну потрахаться ему захотелось. Ну хер с ним. Ну окей, значит я где-то не доработала. Если для меня это причина с ним расстаться, потому что он меня подзадолбал, пошел в жопу. Отлично. У меня есть причина и повод. Нету одной интерпретации любого события. Есть множество обстоятельств и ваше личное внутреннее чутье. Оставлять его для того, чтобы переживать негативные эмоции рядом нет. А если я его люблю, мне, блин, похер. Ну и ладно, ну и хорошо, может я тоже когда-нибудь где-то, чего-то. Все бывает. Это жизнь, друзья. Что ты такая классная? Да, охуенненькая. Сейчас я камеру протру. Я тоже прям так себе нравлюсь сегодня. Так, спасибо. Как относиться к убеждению, что нельзя показывать свои фото в интернете, потому что будут завидовать и злорадствовать? Могут ли завистники навредить энергетически? Не могут. Первое. Как относиться к этому убеждению, решаете вы. Убеждения вас формируют. Одно убеждение может быть для вас разрушающим или наоборот. Еще раз. То, что испытывают, если вы боитесь и вы думаете о том, что вас глазит, это вы излучаете эту энергию. Не они. Вы притягиваете. Вы боитесь, что с вами случится плохое, с вами обязательно случится плохое. Это вы, источник, не они. Их энергия не имеет отношения. Еще раз говорю. Ваша реакция имеет отношения. Когда идет человек, вы думаете, он хочет меня ударить. Не важно, он вас хочет ударить или нет. Он, может, вас вообще не видит. Но ваше излучение притягивает к вам беду. Ваша реакция. Еще раз. Всегда вы, не они. Поэтому не показывайте детей в интернете. Если вы верите, что вас глазят, вас глазят, вы притянете с вами это говно. Вас даже глазить никто не будет, простите. Это вы источник этого излучения. Еще раз. Других людей нет. Вы можете среагировать на какого-то человека и опять-таки сами создать очаг возгорания. Сильный испуг. Вопрос не в том, что он вас напугал. Вы отреагировали. Он, может быть, и не думал о вас. Вы отреагировали, и вы своим энергетическим излучением притянули к себе какую-то дрянь дальше. Вот. Это так, чтобы простенько было. Оль, без матьюков, пожалуйста, они вас не красят. Но у меня такое настроение сегодня. Ребята, вот перестаньте, пожалуйста, пытаться сделать из меня кого-то другого. Но я как бы вам или нравлюсь, или не нравлюсь. С матьюками, или без, там, с очками, или без, с прыщом, с сиськой, с писькой. Ну, простите. Ну, вот у меня сегодня такое настроение. Я, еще раз вам говорю, мне 37 лет. Я говорю уже как пожилая женщина. Я уже дошла до того возраста, когда, знаете, вот идешь к мужчине на свидание, и не надеваешь неудобную обувь и мини-юбку, чтобы ему понравиться. Могу прийти в кедах, в штанах или без. Просто потому, что я так хочу. Могу прийти с гулькой, с дулькой. Ну, доросла я до этого. Мне внутренне себя чувствую комфортно. Ну, если вам это сильно не нравится, ну, окей. Ну, я такая. Если выбирать род деятельности, то можно быть успешным в любой сфере, если веришь в это. Нет. Если веришь в это, нет. А если действуешь в этом направлении, если готов пройти путь, и если ты будешь достаточно классным в этом, как эксперт, то да. Веры одной мало. Само по себе мышление вас не сделает. Мышление даёт возможность притянуть инструменты, события, ситуации, но действовать придётся вам. Почему маты запрещают? Но я считаю, что иногда у мат очень помогает. Ну, вот я вообще по этому поводу ничего не считаю. Вот, матюки тут красят. Так, бомба. Как бороться со страхами? Ну, снова вот эти все вопросы. Сначала надо разобрать страх. Вот я всегда говорю, первое правило, это всегда достать страх и посмотреть на него. То есть то, чего вы боитесь, нужно достать, вот так, знаете, и начать его, короче, колупать. Чего? Отвечать себе на вопрос. Вот, например, я боюсь остаться одна. Окей, а чего я боюсь остаться одна? Что муж меня бросит. Почему? Я боюсь остаться без крыши. Ага, так ты боишься остаться не одна. Ты боишься остаться без крыши. А чего ты боишься остаться без крыши? Потому что у меня нет денег. Ага, так ты боишься, оказывается, не без него остаться, а без денег. Окей, а почему у тебя нет денег? У меня нет денег, потому что я никогда не работала. Замечательно, а почему ты никогда не работала? А потому что я считала, что муж должен обеспечивать. Ага, значит, у тебя есть такое убеждение и понимание, что ты хочешь себе мужчину. Значит, ты боишься, что ты не сможешь найти себе другого мужчину. А почему ты боишься, что ты не сможешь найти другого мужчину? а потому что я за 5 лет жизни в своём браке, я вот родила ребёнка, я стала не так выглядеть, я не знаю, не уверенно себя чувствую в компании. Хорошо, здорово, прекрасно. Значит, оказывается, я переживаю, что если я останусь одна, то я не смогу найти себе партнёра, потому что я не так выгляжу. Окей, пока я не осталась одна, что я сейчас могу сделать, чтобы начать себе нравиться? Я хочу похудеть. О, здорово, так у нас появилась уже стратегия. Значит, мне нужно привести себя в форму, чтобы я стала лучше себя чувствовать. А ещё я хочу, мне всегда нравилось заниматься, попробовать себя в роли дизайнера интерьера. Здорово, значит, я начинаю худеть, и я ищу себе курсы дизайна интерьера. Мы уже переключились со страха. Я хочу, чтобы вы, вы же у меня там какие-то животные бегают. Я хочу, чтобы вы понимали, что всегда за вот этой историей общего, я чего-то боюсь, кроется что-то другое. Найдите и раскопайте, что кроется. И у вас должен всегда быть план выхода из вот этого, из вашего страха. План выхода. Ну вот, это коротко. Стоит ли сейчас начинать бизнес? Это, пожалуй, самый странный вопрос. А чем сейчас отличается от вчера или завтра? Стоит начинать бизнес, нужно задать сейчас. Это неправильный вопрос. Это вопрос к вам. В состоянии ли вы сейчас начать бизнес? Достаточно, есть ли у вас классная идея? Есть ли у вас энергия? Являетесь ли вы предпринимателем? К чему вы готовы? Какие у вас возможности? И так далее. Это не вопрос ко мне. Так, мне очень нравятся такие люди, как вы, Оля. Ну, мне тоже такие нравятся. Как начать пользоваться возможностями? Ну, точно так же, как начать пить с бутылки. Взять бутылку в руки и глотнуть. Если что, я не водку бухаю, ребята, это вода. Как хорошо вы мыслите. Я ещё раз говорю, я прекрасный тренер от Бога. Это не хвала себе, это хвала Вселенной, которая дала мне эту энергию. Поэтому сколько я буду жить, я буду этим заниматься. Я не знаю, откуда это берётся. Я не знаю, как это устроено до конца. И я сказала себе, что я не буду в этом ковыряться. Я просто, кто меня не знает, я хочу умереть в 100 лет хотя бы, не раньше, где-нибудь на сцене, на огромном стадионе. Я хочу работать до последнего. Не то, что работать, а отдавать то, что мне дано. Это есть, знаете, вот люди, как сказала мне однажды один прекрасный человек, с которым я работала, я сказала, как вы это делаете. Вот такая потрясающая. Это была ведущая выездных церемоний, когда я занималась свадьбами. И говорю, это невероятно. Я с вами сотую свадьбу реву. Как это может быть? А она мне говорит, есть люди, посланные в профессию от Бога. Вы знаете, я поняла смысл этих слов. Когда ты не понимаешь сам, как ты это делаешь. Я бы могла вам сказать, ой, вы знаете, закончила тысячу курсов, я классная. Нет. Я классная, наверное. Но энергия, которая через меня проходит, она мне не принадлежит. Поэтому я стараюсь хотя бы тело своё держать в таком состоянии, чтобы не стыдно было ту сумасшедшую энергию, которую мне дали, и те потрясающие возможности, которые я получаю, знаете, выдавать. Потому что если я буду жирной старой бабкой, мне не хочется вам выдавать её в таком виде. Вот. Так, метод пять вопросов, почему, когда постоянно задаёшь вопросов. И я, вы знаете, я не занималась никогда психологией, не потому что мне это неинтересно или не нравилось. Я не знаю никакие методы. Я девочка. Я занимаюсь своей тематикой. В данном случае я вам просто дала логический ответ, так как как бы это делала я. Хочется слушать, тренер от Бога, как вы говорили, даёте волшебный пейдель. Спасибо большое. Ваш марафон оплачивается только в долларах? Нет, он оплачивается в любой валюте. Он оплачивается в любой валюте, вы просто выбираете. В долларах мы пишем, потому что у нас покупают люди со всего мира. Вот. Вы, когда нажимаете оплатить, у вас есть выбор вашей валюты. Обожаю ваши эфиры в YouTube. Спасибо большое. Будете ещё обожать их в Instagram. Как только ослабляя контроль над мыслями, в голову лезут правильные неприятные ситуации. Как это побороть? Это ваше убеждение. Это опять-таки убеждение. Нужна работа с убеждениями. То есть мы сами себе закладываем, что как только я делаю так, мне не везёт. Как только я делаю. Это ваше убеждение. Поменяйте его на другое. И начните его впечатывать каждый день в свою голову. Мы с вами можем изменить убеждение путём многократных повторений другого. Осмысление, проговаривание, размышления на эту тему. Нам нужно найти ответ на вопрос, почему я думаю так или чувствую так, или почему я всегда реагирую на ситуацию одинаково. И заменить это. Я рассказывала вчера историю. Не знаю, сколько у меня времени эфира. В общем, вчера ночью у нас тут вилла, две спальни. И я просыпаюсь ночью из-за того, что мой муж достаточно громко говорит с моим ребёнком, ну с нашим ребёнком, младшим дочерью, которая плачет. И он ей говорит, ну спи уже, спи уже, ну нельзя так. А она ревёт. Он говорит, ну хватит. Я смотрю, где-то три часа ночи, я выхожу. Я говорю, что случилось? Она говорит, не... Весь этот сладкий сон, тут пауки лазят. Значит, ну там, знаете, вся эта бурная фантазия, пауки лазят. А он ей говорит, хватит, я хочу спать, хватит, реверь. Я, значит, говорю ему, так, иди спать. Я легла сначала рядом с ней, она не может успокоиться, я её отвела к нам в постель. Утром я его бужу и говорю, что это было ночью? Он говорит, да мне надоело, ну что у неё за фантазия? Почему она так? Я говорю, ты что сейчас вообще делаешь? Ты в три часа ночи решил прочитать лекцию шестилетней девочки, мать твою, которая испуганно во сне проснулась, ни черта не соображает, ей приснился паук. А ты решил объяснить, что ей надо спать, что она, блин, задолбала со своими фантазиями, что ты устал, ты что вообще, тебе 57, ей 6. Он стоит и говорит, ёпсель, я что-то вообще не подумал. Он пошёл, поговорил с ней, извинился. Мы половину вещей делаем не потому, что мы говнюки, или мы дерьмовые родители, или люди. Мы не соображаем, мы не успеваем подумать. Нас в детстве вообще к этому не приучили. Нас орали, нам говорили, ты делай так, ты делай так. Всё. Нас не учили думать, нас не учили чувствовать. И мы сейчас учимся этому каждый день. Каждый день мы учимся любить, понимать, разговаривать, говорить о чувствах, о том, о чём вообще не принято было. Останавливайтесь, разбирайте себя. Приходите на Рерайтер, я вас разберу. Марафон начнётся в феврале. Да, марафон начнётся 1 февраля. Через неделю, в следующий понедельник я уже буду в Киеве. Приходите, я вас умоляю, приходите. Не потому, что вы мне нужны, вы мне нужны, но вы себе нужны. Вот я хочу, чтобы вы понимали. Вы всё равно все ко мне придёте, у меня всё равно будет огромное количество людей. Вообще в этом не сомневаюсь, вот совсем. Но мне нравится помогать вот так вот в лоб. Мне нравится знать Машу, Катю или Лену. У меня было год, ну, когда я только начинала марафон, в какой-то там период мне написала девушка. Короче, она забеременела, она была очень рада, потому что она не могла забеременеть. Она делала аффирмации, она забеременела. Неважно, аффирмации, помогли или нет, в этот период это произошло. Она идёт на УЗИ, ей говорят, что типа есть нюансы по ребёнку. Ну, то есть есть момент, что он может быть с патологиями. Вообще, представляете, да, беременной женщине это сказать? Она мне пишет, а я двоих детей родила, на секундочку, я тоже нашуганная мать. В общем, я привела её в порядок, ну, её эти эмоции. Вот я как-то её встроила, ну, естественно, потом забыла, да, ну, она там исчезла из поля зрения. И вот она мне пишет, спустя время, Оля, я вчера родила здоровую дочку. Вот вы знаете, я реву с каждым. Вот от каждой этой истории, блин, я реву. Я не знаю, насколько на самом деле я имею к этому причастность. Но даже мысль о том, что моё слово иногда может встроить человека в нужное русло, даже если это случайность, пусть таких случайностей будет как можно больше. Меня очень суперого греет, очень греет. Не меньше, чем это солнце. Верите ли вы в гороскопы? Ну, вы знаете, я не особо увлекаюсь этими вещами. Если говорить, вот кто-то писал, там, лев, да, я лев, по темпераменту, по вот этим вот нюансам описания человека верю. По поводу того, что с тобой случится, не верю. Я уже знаю, что это то, что ты себе вложишь, что с тобой случится. Если тебе утром сказать, что у тебя будет плохой день, твои настройки энергетические тут же, поэтому я никогда этого не смотрю. Я каждое утро сама себе в гороскоп. И поверьте, каждый день у меня очень. Самая любимая блогерша. Спасибо большое, только я не блогерша. Так, я, кстати, пользуюсь случаем. Ребят, я сейчас брошу ссылку ещё. А, ну, уже кто-то, по-моему, бросал. Ну, в общем, я брошу. Меня номинировали на блогер-мотиватор. Я, конечно, страшно счастлива, потому что я вообще не считаю себя блогером, но выиграть хочется привычка. Поэтому, если вы зайдёте и за меня там проголосуете, будет очень классно. Я сброшу ссылочку, называется там блогер-зон, что-то такое. Вот, пользуясь случаем, я, конечно, это скажу. Где посмотреть расписание и целую на рерайтер жизни? Ссылочка у меня прямо в профиле. 157 ссылочек в сториз. В профиле всегда стоит эта ссылка на рерайтер жизни. Вот всегда она там стоит. Вы можете зайти в любое время и посмотреть. Если прям совсем вдруг вы её не видите, вы можете написать мне в директ, и я вам пришлю. Все голосуем за Олю. О, спасибо. Да-да-да. Ура-ура-ура. Я уже проголосала, Боже, ну, все, дякую вам. Широ. Ребят, я не знаю, сколько мы времени с вами в эфире. У меня просто, если бы вы вообще видели, как вот я сейчас смотрю на этот светящийся экран, и ничего почти не вижу, солнце очень сильно слепит. Участвуйте с блогерами в гивах? Нет. Я не участвую ни в каких гивах. Ещё раз. Первое. Я вообще не блогер. Второе. Я не продаю рекламу. Третье. Я... Блогеры — это люди, которые зарабатывают на вот этой своей жизни. Я нет. Я продаю, несу в массы тему, в которой я живу, и, безусловно, я продаю свой марафон. Ничего больше я не продаю. Если вы видите какие-то отметки, можете смело мне доверять, потому что это отметки тех, с кем я... У кого я покупаю, кого я рекомендую, может быть, с кем я дружу, у меня бывают какие-то такие отношения, но у меня нету истории бартера, у меня нету истории, типа, денег. Нет. Я от этой позиции отказалась, и, слава богу, в состоянии зарабатывать деньги себе на других вещах. Вот. Поэтому нет. Спасибо большое. Вот. И гивы — это пустая аудитория, которая подписывается на меня просто для того, чтобы получить подарок, да, там, какие-то деньги. Нет. Я не играю в эти игры. Я когда-то пробовала, несколько лет назад, вот, вот эти вот, знаете, приходы и отходы. Нет. Я берегу свой аккаунт, я раскручиваю свой аккаунт, я вкладываю деньги в свой аккаунт, безусловно, потому что это маркетинговое продвижение, конечно, которое важно, но, тем не менее, нет. Никаких гивов у меня нет. Очень крутая мечта, я с тобой встретил. Ну, так, значит, встретимся. Значит, мы встретимся. Помните, как? Мы встретимся! Обязательно встретимся! Один за всех, и все за одного. Фух, я вообще мечтаю, когда начнутся живые выступления, потому что я дико соскучилась по сцене, прям очень. Как найти свое дело, которое захочется отдаваться? Нужно действовать, и даже если это перебирание со временем свое найдешь, такой большой разбор вещей, которые увлекают. Ну, на самом деле, все просто. То есть, первое, вы прислушиваетесь к тому, что вам нравится, вы прислушиваетесь к тому, что у вас получается. Вы задаете себе вопросы, чем бы я занимался без денег. Вы пытаетесь свои навыки и таланты, то, что у вас классно получается, совместить. Я всегда знала, что, а, я сценический человек, б, я могу говорить без остановки на любые темы, ц, я люблю внимание, д, я очень энергетически заряжающая, я это знала. Дальше, я умею объяснять простое, вернее, сложное простым языком. Я умею включать, я могу дать сильно под жопу. Я могу довести до истерики, я могу влиять, я могу писать. Я всегда пишу все книги, все посты, все сама. У меня нету никаких SMM-менеджеров, ничего никогда не было. И никаких редакторов книги, я никого не подпускаю к своему контенту. Я могу вести эфиры бесконечно, записывать что-то. Вот вам набор качеств. И все, о чем я занималась, везде проявлялись эти вещи. Ну, там были свадьбы, там было еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так, по живым мероприятиям тоже очень хочется. Да, 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 хочется, соскучилась. Супер-мотиваторы. Я, значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Я очень не хочу, чтобы вот эти все мои супер-мотивации оставались у вас вот этим пшиком. Я обещаю каждому из вас, вот я сейчас абсолютно серьезно говорю, даже очечи сниму. Я обещаю абсолютно каждому из вас и отвечаю за то, что я могу изменить жизнь каждого из вас. Не конкретно я приду и ее изменю, но если вы примете то, что я буду вам говорить и будете это делать, я вам даю руки свои, что у вас изменится ваша жизнь. И вы можете создать фантастическую жизнь, в какой бы заднице вы ни находились. Уж простите за слово задница. Я даю вам все, всю себя, что это абсолютная правда. Но если вы будете это просто слушать, мотивироваться и пшикать, прикладывать к себе, смотреть, смотреть и ни черта не делать, ни хера не будет, не приходите. Не приходите, мне не нужны вы на рерайтере, мне не нужны люди, которые потом говорят, ой, я был на юмарафоне, ну что-то, блин, не вставила, ничего не произошло. Так потому что, мать твою, должно с тобой это не будет происходить. Ты должен делать. Я объясняю, ну, варить тебе нужно, я объясняю, как в детском садике. В детском садике меня понимает мой шестилетний ребенок. Мой шестилетний ребенок может уже прочитать вам лекцию. А вы что, не поймете? Включите свою задницу, включите свою голову. Посмотрите на своих детей, посмотрите на свою жизнь, на себя, на, не знаю, на кого-нибудь, кто вам сильно нравится. Найдите мотивацию для себя. Мне очень страшно повезло. Знаете в чем? Мне никогда не надо было искать мотивацию. Я всегда хочу. Я всегда все хочу. Как говорит мой Сережа, мне такое убеждение, тебе всегда всего мало. Я говорю, так, спокуха. Всегда всего мало мы убираем. Но я всегда хочу, да? Да, я всегда хочу большего. Мне всегда надо. А зачем жить тогда? Отдыхать? Я бы тут на Мальдивах, если бы я просто приехала отдыхать, я бы уже сдохла. Я бы уже все тут, меня бы уже крабы загрызли. Мне скучно. Вы посмотрите, сколько во мне энергии. Я бы тут уже конферешку собрала, мне уже тут могу вертолеты вертеть. Потому что вот столько силенок у меня. Вот так. Поэтому, пожалуйста, не надо называть меня мотиватором. Приходите со мной работать. Приходите работать. Тогда у вас будут Мальдивы. У вас все будет, я вам обещаю. Но вам нужно поднять свою пятую точку. Вам нужно вытащить отсюда все вот эти ваши сомнения, неверия и прочие штуки. Поэтому первого числа у нас стартует рерайтер жизни. И я сильно надеюсь, что вы все там будете. Что вы не будете в очередной раз включать в себе вот эти вот отмазки. У меня сейчас нет денег. Вот поверьте мне, если бы вы споткнулись и разбили коленку, вы бы нашли деньги. Потому что у вас стоит программа, что если мне будет плохо, я найду деньги. Если я буду болен раком, у меня будет под подушкой. Потому что, мать вашу, мы так все готовимся к неудачам, у нас на это есть деньги, что неудачи с нами и происходят. Избавьтесь от этого. Избавьтесь от мышления бедных, несчастных людей. Ужасно. Избавьте. Сколько стоит рерайтер? Если я не ошибаюсь, сегодня его цена 90 долларов за месяц. Если я не ошибаюсь. У него цена идет, поднимается ближе к дате. Его финальная цена 100 долларов, она будет вот-вот. Так, по-моему, сегодня у него еще цена 90. Я не буду врать, перейдите по ссылочке и посмотрите. Поверьте мне, это фигня. Вот просто у меня здесь, вот где я проживаю сейчас, на Мальдивах, вот эта бутылка воды у меня стоит 7 долларов. Я тут мерила просто обед из гамбургера, картошки фри. Сережа берет себе курицу, а я беру себе салат и бутылку воды. Мы платим 120 долларов, потому что тут сначала ты платишь сумму, потом ты на нее платишь 10% чаевых, а потом на это все 12% налога. 120-125 долларов стоит наш скромный обед. Я каждый день ржусь с Сережей по этому поводу и говорю, вот смотри, я за месяц за меньшую сумму человеку помогаю изменить жизнь, а тут почему я плачу эти деньги за обед, за какой? За картошку фри с маленьким гамбургером, пакин щед. Но, как я тебе говорю, хочешь быть богатой, будь ей, пожалуйста. Пожалуйста, друзья мои, я надеюсь, что вы правильно поняли сегодняшнюю мою энергию. Я не знаю, что если она такая бешеная. Ну, видимо, я соскучилась, скорее всего, отдохнула. Мне кажется, я отдохнула. Я разная, я могу быть спокойной, всякой. Но главное остается тем, что я могу вам помочь. Я ничего не сделаю за вас. Мне могу вам помочь, и я могу вас взять за руку. И я могу вас провести. И я могу быть рядом. И я могу быть тем другом, которому вы можете сказать все это правда. И я никогда ни за что не буду вас осуждать, кидать вас в камень и говорить, как вы можете. Вы можете задать мне очень личные вопросы. Если вы рерайтовец, вы можете все. Для меня мир поделился на тех, кто со мной, и тех, кто будет со мной. Поэтому, как только вы со мной, вы можете на меня во всем рассчитывать. На этой прекрасной, замечательной, чудесной ноте я завершу этот фантастический эфир. Я попробую его сохранить, потому что прошлый эфир я смогла сохранить только в Ютьюбе. Он у меня просто не загрузился. Я вас очень попрошу, если вам понравился эфир, и мне удастся его сохранить, оставить в качестве платы, я это так называю, пару слов в комментариях, чтобы другие люди знали, типа, это классный эфир, или это проходи мимо. Ваше честное мнение, мне вот этого враньё не надо, знаете, типа, ой, как хорошо ты выглядишь, о боже, какая ты дебилка. Нет, я вот этого вообще не люблю. Я вот, если человек меня спрашивает, что ты об этом думаешь? Я говорю, вот скажи, пожалуйста, ты готов к честному ответу? Потому что врать не буду. Если не готов, я промолчу. Вот, поэтому я вас тоже так же прошу. Можете молчать, можете не очень. Поэтому спасибо всем за тёплые слова. Я вас приглашаю на рерайтер, потому что я хочу, чтобы мы познакомились поближе, с разных сторон, и нам вместе будет хорошо. Это я вам обещаю. Всё, обнимашечки, люблю, целую. Сейчас я завершу эфир, и вы, пожалуйста, через минутку зайдите и попробуйте что-нибудь оставить. Обнимаю, люблю, ссылка на рерайтер наверху.